Приветствую вас, уважаемые зрители и друзья телеканала Уллправда ТВ. С вами рубрика «Пресс Батва» и я, ее постоянный обозреватель Антон Картошкин. Сегодня я расскажу вам, на мой взгляд, наиболее интересные статьи, репортажи и заметки, которые за прошедшую неделю подготовили корреспонденты и обозреватели печатных и электронных СМИ издательского дома «Ульяновская правда». По старинке начинаю обзор с еженедельника «Народная газета». На второй полосе издания бросается в глаза заметка о том, какое место в рейтинге «Трезвой России» занимает Ульяновск. Мы не в лидерах и не в аутсайдерах. Ульяновская область расположилась на 35-м месте в ежегодном экспертно-аналитическом исследовании антиалкогольной работы в регионах России. По каким критериям составляется рейтинг, подробнее в газете. Журналист Игорь Улитин приоткрывает интересный мир Владимира Кочеткова. Так звучит название книги ульяновского учителя и путешественника, которая совсем недавно появилась на свет и тут же была распространена по всем библиотекам города. Кочетков рассказал о том, что в учебниках по географии нельзя написать все, что хотелось бы. Язык их довольно специфичен. Автор же написал свои рассказы так, чтобы мальчишкам и девчонкам было интересно. Рассказы в книге не длинные, потому что он понимает, что современные дети не любят читать большие тексты. Они представляют из себя увлекательные сказки, которые должны увлечь детей и их родителей. К вопросам этикета надвигается самый долгожданный праздник всех россиян – Новый год. Символов этого праздника очень много, но из напитков вне конкуренции всегда остается игристое вино шампанское. Как его правильно подавать и употреблять, рассказывает эксперт по этикету Мария Буше. Из важных составляющих являются хрустальные бокалы и манера их держания в руках. Чтобы получить красивый хрустальный звон, нужно держать бокал за ножку, очокаться не его верхушкой, а именно основанием. Интересна особенность – саму бутылку игристого напитка должен открывать мужчина, а первый брать бокал – женщина. Если напиток уже разлит по бокалам и стоит на отдельном столе, то подходить за ним по нормам этикета должен только мужчина. Он может взять либо один бокал для себя, либо еще один для своей спутницы. В качестве закуски к шампанскому подойдут фрукты, бутерброды с икрой, сыр, белое мясо, фруктовые и ягодные бисквиты. Снова шок! На мусоросортировочном комплексе очередная живая находка. Я уже неоднократно в предыдущих ботвенных выпусках поднимал проблему жестокого выброса в мусор живых домашних животных. Как с этим бороться, неизвестно. Негуманнее ли хотя бы оставлять животных в людном месте? В очередной находке мусорщиков на этой неделе оказался котенок. Его спасателем стал Михаил Тукаш. Эта новость стала резонансной в региональных СМИ и на нее тотчас же откликнулось региональное министерство природы и цикличной экономики. Они решили забрать хвостатное животное с собой и даже устроить его на работу заместителем министра по охране животного мира. Жить и питаться кот будет в самом ведомстве, а сотрудники министерства будут нести за него ответственность. Ну и мы будем следить за развитием событий. Народка напоминает о конкурсах юбилея газеты, которые мы будем все вместе отмечать в начале января следующего года. Если вы хотите выиграть ценные подарки и призы от любимой газеты, спешите принять участие в разнообразных творческих испытаниях. Подробности на страницах газеты в разделе «Отметим вместе». Как обычно, не забываем про телепрограмму нашего канала, которую вы всегда найдете на страницах любимой газеты. Журналист газеты «Ульяновская правда» Андрей Маклаев рассказывает о запуске первой линии по переработке зерна в обществе с ограниченной ответственностью «Синдирск-Мука». Мукомольное предприятие перерабатывает 250 тонн зерна в сутки. На этом мильники не останавливаются. Уже в следующем году здесь планируют ввести в эксплуатацию вторую линию и выйти на плановую мощность 500 тонн в сутки. Подробнее на страницах издания. Газета «Канаш» на чувашском языке рассказывает, что в селе Среднеолгаши Цельнинского района жители некрещеные чуваши, хотя многие из среднеолгашенцев на сегодняшний день приняли христианство. Остались и те, кто до сих пор придерживается исконно чувашского вероисповедания. На этой неделе на территории школы-музея имени Ивана Яковлевича Яковлева жители села установили этнографический музейный экспонат «Керемет Юпи». Древние чуваши очень почитали места обитания духов «Керемет». Предподносили им приношения, чтобы задобрить злых духов или добрых. На этом месте стоял столб «Юпа». Рядом с каждым селом было такое место «Керемет». В память о прошлом среднеолгашенцы и поставили «Керемет Юпи» как музейный экспонат. Газета «Елгат» на мордовском языке подвела итоги лучших учителей родных языков Ульяновской области. В номинации лучшие учители арзианского языка победили первое место учитель начальных классов родного арзианского языка Николаевской средней школы Алькина. Второе место учитель родного арзианского языка и литературы Старобесовской основной общеобразовательной школы имени Юртова Солмина. Третье место учитель начальных классов родного арзианского языка Баевской средней школы Лешина. Поздравляю победителей! Спортивные новости региона узнаем со страницы еженедельника «Чемпион». Наш с вами любимый Александр Агапов продолжает ностальгировать листа и подшивки «Чемпиона». Так он вспомнил 28 декабря 1998 года, когда в Анхангельске хоккейная «Волга» в день 50-летнего юбилейного главного тренера Анатолия Рушкина сенсационно обыграла действующего чемпиона страны команду «Водник», который до этого не терял очков на своем льду два сезона подряд. А вот 9 декабря 2001 года борец греко-ремского стиля Александр Безручкин принес Ульяновску золотую медаль чемпионата мира спустя 26 лет после успеха Виталия Константинова. С 6 по 10 декабря 2003 года 4 победы из 4 возможных одержали волейболисты Симбирска на первом в сезоне домашнем турнире чемпионата России среди команд высшей лиги группы «Б». С 15 по 19 декабря 2010 года в Объединенных Арабских Эмиратах прошел чемпионат мира по плаванию в 25-метровых бассейнах, на которых метровградец Станислав Донец впервые в своей карьере завоевал индивидуальное золото. И не одно, а сразу два. 2 декабря 2018 года в Японии завершился пятый чемпионат и второе первенство мира по Кудо, где блестящий результат показали ульяновские бойцы, на счету которых 4 медали, 2 золота и 2 серебра. Подробнее об этом и многом другом читаем на страницах спортивного вестника. К долгожданным региональным журналам литературно-художественный и культурно-просветительский толстый журнал «Синбинск» публикует подборку стихотворений самарского поэта, члена Союза писателей России Михаила Амищенко, которую составил ульяновский поэт Николай Марянин. Среди стихотворений «Родине», «Ветер», «Не напрасно», «Илегия», «Ташла», «Шинели другие». Ежегодно в памяти поэте в Самаре осенью проходит Всероссийский молодежный литературный фестиваль. Далее об итогах фестиваля этого года рассказывает прозаик Анастасия Миронова. Она сообщает, что ульяновскую область представляли молодые поэты Данила Ноздряков, Екатерина Богданова и Александр Бухарин. Подробнее в материале почувствовать призвание. Вообще итоговый номер «Синбинска» в уходящем году получился богатым на поэтические подборки молодых поэтов. Здесь вызывают интерес поэты из Калининграда Игорь Голов, Екатерина Мантурова и Ольга Воробьева. О встрече в театральной библиотеке Санкт-Петербурга рассказывает главный редактор «Синбинска» Елена Кувшинникова. На первой цветной вкладке журнала размахнулась фотоподборка птиц от Татьяны Мельник. Здесь в ярких мгновениях застыли гаечка буроголовая, синица большая, средний пестрый дятел, свиристель, сойка. Синица, снегирь, дрозд, белобровик, чиж и чечетка. Птичью тему уже в стихотворной форме немедленно подхватили ульяновские поэты Александр Лайков, Марина Бирюкова, Владимир Сорочкин, Светлана Кекова и Зинаида Миркина. Центральная новость журнала, к большому сожалению, печальная. В конце ноября этого года скоропостижно скончалась Татьяна Эхман. Ульяновский врач и поэт неразрывно связала два этих рода деятельности воедино. Истинно и верно она лечила плоть и душу. Всю свою жизнь она посвятила своему родному краю. В селе Языково окончила школу золотой медали. Отучившись на медицинском факультете Мордовского государственного университета имени Огарева, вернулась на родину, чтобы работать врачом в Корсунской районной больнице. Являлась членом Союза писателей и журналистов России, много работала с творческой молодежью региона. Являлась инициатором ежегодной молодежно-литературного конкурса «Друзья по вдохновению». Рыководила районным литературным объединением «Родники» лауреат поэтической премии имени Николая Благова. Мне посчастливилось быть лично знакомым с Татьяной Эхман. По этому поводу могу сказать, тех, кто однажды повстречался с ней, навсегда оставляют ее в своей памяти. Журнал подготовил меланхоличную подборку стихотворений поэта, среди которых «Прощание с бабьим летом», «Вишня зимой», «Не уступить», «Ночь», «Птица», «Путь следования», «Посвящение ушедшим поэтам», «Дорога к весне» и другие. Также ульяновские литераторы, поэты и прозаики отразили память о Татьяне Эхман в своем творчестве. Они посвятили ее светлой памяти стихотворения и прозу. Историко-краеведческий культурно-просветительский журнал «Мономах» посвящает последний номер уходящего 2020 года 175-летнему юбилею Русского географического общества. Статьи затрагивают тему возникновения РГО, впечатлениями делится действующий председатель регионального отделения Дмитрий Травкин. Александра Печорина побеседовала с одним из самых известных ульянских путешественников Владимиром Кочетковым. Сам Кочетков делится воспоминаниями детства и как на велосипеде обколесил весь шар земной. Михаил Карепов рассказывает о том, что журавель – птица 2020 года. Дана Аксенова посвятила природе родного края стихотворение. Главный редактор «Мономах» Ольга Шейпак поговорила с руководителем туристического объединения «Солнечный круг» Станиславом Кушманцевым о том, как преодолеть себя. Летопись 21-го рождественского лыжного похода в этом году вспоминает «Тройка» в составе Станислава Кушманцева, Михаила Рысьева и Светланы Имщиковой. А в неопределенных летающих объектах, часто дислоцирующихся на территории села Юлова Индинского района, рассказывает крупнейший географ региона Дмитрий Илюшин. Об этих ярких новостях подробнее в «Ярком журнале». Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах «Уллправда.ру» и «Медиа-73». Районные газеты доступны по подписке, городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика. С вами был неизменно обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего схода грядки нескучных новостей уже в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова